От количества к качеству. За оптимизацию госструктуры решил взяться Садар Джапаров. Как будет реализовываться инициатива, каковы сроки, пока информации мало. Фактом остается заявление об упразднении ненужных структур. Новое время требует также новых подходов в системе государственного управления. Современные технологии позволяют упразднить огромную армию чиновников и бюрократов. Все ненужные государственные структуры будут упразднены уже в самое ближайшее время. Оптимизацию мы начнем с аппарата президента и правительства. Оптимизация органов госуправления назревала давно, говорит эксперт Адлет Маматов. За последние 10 лет было несколько этапов сокращений, но в то же время открывались новые ведомства, что снова приводило к увеличению штатной численности и расходов бюджета. А громоздкие аппараты и структура Кабмина не исключали бюрократию. Потому Маматов рекомендует отделить госуслуги от госуправления и заняться аутсорсингом. Те государственные услуги, которые сегодня некоторые госорганы оказывают, в принципе можно было передать частным компаниям. И сделать так, чтобы частные компании, они на конкурентной основе улучшат качество предоставления услуг. А у государства должно оставаться только функции госуправления. Город Нью-Йорк – очень большой муниципалитет, но управляется всего лишь не более 50 чиновниками. В Швейцарии всего лишь 6 министерств, например. У нас в маленьком Кыргызстане очень много государственных органов, ведомств. Исключение избыточных и дублирующих функций позволило бы сократить до 30% действующего штата, подчеркивает эксперт. Но на тотальное сокращение потребуется компенсация. А в госказне на эти цели средства не предусмотрены. Потому здесь должна быть вдумчивая политика. Есть государственная агентство привлечения инвестиций. В министерстве экономики есть такая же структура. И такая же структура имеется в структуре министерства финансов. И такие же структуры имеются и в правительстве, и в аппарате президента. Вот необходимо их объединить в одно. Например, в правоохранительных органах тоже следственные вопросы. На сегодня непонятно, кто занимается. Прокуратуру изъяли следственные вопросы. Но, тем не менее, на сегодня два госоргана, то есть ККНБ и Государственная служба по экономическим преступлениям занимаются следственными вопросами. То есть оптимизация необходима. Большая ответственность и власть сейчас сконцентрирована в руках Садыра Джапарова. Чтобы его инициативы и посылы исполнялись быстро и эффективно, должны быть сильные аппараты команды. Лишь тогда будут выполнены обещания, данные электорату, считает политолог Марат Казахпаев. Кадровая политика. То есть нужно привлечь не только просто молодежь, а со знаниями, с опытом работы. Стоит ли, например, иметь институт губернаторов. Ну, просто название поменяли по полномочию представителей. Практически они делают такие демонстративные функции, а всю работу выполняет районный акимиат. Можно же вообще упразднить институт полупредов, например, и оставить непосредственно районный акимат, чтобы они непосредственно несли ответственность за выполняемую работу. Мне кажется, это было правильным. Инициатива по оптимизации пока на уровне лозунгов и деклараций. Но решимость и политическая воля есть, замечают политологи. Доведут ли планы до логического завершения не на словах, а на деле, пока ответ на вопрос остается открытым. Дамира Базарбаева, Русан Саботаров, Аллато, 24.